Добрый день, уважаемые трейдеры! Вы смотрите экономические новости, подготовленные для вас компанией Инстафорекс ТВ. С вами я, Тахмин Соломова. Вчера аналитики практически опустили руки после того, как изучили данные по индексу потребительского климата Германии. Но уже сегодня пессимистичные прогнозы по росту уровня безработицы развеялись в тот момент, когда вышли данные за октябрь. Число безработных ФРГ достигло самого низкого уровня почти за четверть века в октябре, увеличивая потребление домашних хозяйств в крупнейшей экономике Европы. Согласно отчету, подготовленному Федеральным статистическим управлением Германии, число заявок на пособие по безработице в октябре снизилось на 5 тысяч, составив при этом 2 миллиона 708 тысяч человек. Эксперты, в свою очередь, ожидали снижения показателя на 4 тысячи. Неизменным остался показатель уровня безработицы, как и прогнозировали экономисты – 6,4% в рекордном минимуме. Данные подтверждают, что рынок труда немцев сильнейший во всей еврозоне. Правда, некоторые экономисты предупреждают, что картина может испортиться из-за скандала с Volkswagen. Но пока что это только предположения, так как опрос, проведенный Айфио, показал, что инцидент еще не отразился на деловой среде, а наоборот – настроение в автомобильном секторе только улучшилось. Данные по безработице повлияли и на валютный рынок. За эту неделю евро перенесло три оглушительных удара подряд. Речь Марио Драги о возможном расширении денежного стимулирования в декабре, снижении процентной ставки Народным банком Китая и убойное заявление ФРС. Вчера пара евро-американский доллар опустилась, но уже в ходе сегодняшних европейских торгов направление движения европейской валюты изменилось. Евро торгуются на уровне 1.0966 против доллара США, 0.8109 против фунта, 114.72 против иены и против франка на уровне 1.2101. Как отмечают аналитики, сегодняшние показатели индексов экономических настроений в еврозоне вряд ли сыграют существенную роль для динамики евро. Оказать влияние, безусловно, может публикация предварительных данных по ВВП Соединенных Штатов за третьих квартал. При выходе показателя большую вероятность роста волатильности пары дает значительная разница между значением квартального прироста за второй квартал в 3,9% и прогнозируемым приростом за третий квартал в 1,6%. Станет ли выход данных четвертым ударом для евро, покажет время. Это были новости, подготовленные для вас компанией ИнстаФорекс ТВ. Оставайтесь с нами.